Мир вашему дому! Продолжаем встречи в нашей студии с людьми красивыми, достойными, умными, талантливыми. Сегодня я пригласил к нам в гости актрису театра и кино, а также лауреата многих фестивалей и международных, и общероссийских, и человек, которого я открыл по первой песне, о которой мы обязательно вам споем. Эту песню я потом представлю. А сейчас я вам представлю нашу героиню, артистка театра и кино Светлана Копылова. А я вот приехала и буду жить! Жить! Ну а какой же любви ты хочешь от меня? Я обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломатов. А у меня около 1300. В общем, пообещала она мне 7000 евро. Да. Это мой основной заработок. Что это? Мой гонорар. За что? За убийство. Кого? Тебя, любимый. Незадолго до... убийства. Простите. Саша встречался здесь с знакомым человеком. Сволочь. Какая же ты сволочь. А сколько тебе лет, Мария? Ой, много. 21 старых уже. Но дальше я одна пойду. Иди. Отдашься сразу обратно. Что из меня? Не знаю. Говорит, плохо с тобой. Она не может быть беременна. Я беременна. Да. Если бы ты знал, как я люблю тебя. Как я любила тебя всегда. Здравствуйте, дорогая Светлана. Здравствуйте, дорогой Николай Петрович. Вас я открыл по песне о близнецах, о которой я услышал в записи. И был удивлен, откуда появилась такая автор-исполнительница, которая пишет такие тексты о самом сокровенном, о крайне важном для людей, которые подвигают людей к правильным поступкам и к осознанию неких тайных истин бытия, вечности. Но прежде, чем мы будем петь, чего мы никогда здесь мы не делали, мы не пели раньше, всегда общались лишь с одним гостем, потом к нам прибавится еще талантливый человек. Светлана, мы с вами оба кончили Щукинское училище, чему я очень рад. Школа – лучшая актерская школа, и у вас был прекрасный педагог Евгений Рубянович Симонов, а который был и моим педагогом. И вот мне очень интересен ваш путь от актерства к творчеству философскому, поэтическому, исполнительскому. Расскажите. В 90-е годы, во время кризиса, когда с кино были большие проблемы, я стала думать, что я могу еще делать в этой жизни, помимо актерства. Но стихосложение как-то у меня всегда получалось. А когда вы начали писать? Ну, в юности, наверное. Лет в 20-21 у меня был такой достаточно бурный подъем. Я писала лирические такие бардовские песни. И как раз вышел фильм тогда, меня зовут Ралекин, и я с этим фильмом объездила полмира. И всегда была с гитарой. Вот. Но эти песни, они как-то не... То есть я с ними не стала продолжать. Я вышла за, на муж, снималась в кино. И вот когда, возвращаясь к этому кризису, он случился, я решила попробовать писать для эстрадных исполнителей. И были звезды, которые исполнили мои песни. Это Кристина Рабакайте, Игорь Саруханов, Вячеслав Малежек. Я писала для молодежных групп. А потом я обрела веру. И в моей жизни появился духовный отец. Отец Артемий Владимиров. И я поняла вдруг, что уже не могу писать такие вот... Ну, просто о любви. А мне хочется чего-то более глубокого, мне хочется более духовного чего-то. И я окунулась сразу, даже не в притчи, и окунулась в баллады о святых. Это было первое, что я начала писать. Баллады о святых, об иконах Божьей Матери. А вот к притчам я пришла, знаете как? Читала книгу проповедей архимандрита Рафаэла Карелина. И в одной из проповедей он рассказывает, приводя в пример притчу о слезинке грешника. И мне так понравился сюжет. Я подумала, вот бы здорово положить его на музыку, чтобы получилась песня. На стихи, на музыку. И у меня достаточно просто это получилось. Когда я исполнила своим родным, знакомым, они сказали, слушай, это прям что-то такое новое, удивительное, и попробуй что-нибудь еще написать. И вот где-то вторая или третья песня, наверное, была «Близнецы». Я за Великий пост, это был 2005 год, за Великий пост я написала полностью весь альбом «Дар Богу». И в шестом году он вышел. Светлана, сейчас мы пока, опять-таки, до того, как мы будем петь, я хочу вам задать вопрос о ваших ролях, о киноролях. Вы начали с «Орликина»? Ну, можно сказать, так, да. Ваше отношение к этой работе, Валерию, Рыбареву режиссеру? Я у него в двух картинах снялась. Первая картина была «Свидетель» у него же. Это было послевоенное дедомовское детство, суд над карателями, может быть, вы видели эту картину. Такая очень глубокая, серьезная работа была. Вот. И через год уже я снялась у него же в фильме «Меня зовут Орликина». «Орликина». Ну, фильм, конечно, неоднозначный, он был очень нашумевшим в свое время и собрал 50 миллионов зрителей. Я с ним побывала даже в Австралии, в Новозеландии с этим фильмом. Но прошло время, и такой вышел фильм документальный «Банды 80-х». И там как раз рассказывается об этом фильме, об Орликина. И мне там брали интервью. И я уже с позиции человека верующего высказала свои отношения о том, что, конечно, сейчас, может быть, я уже бы поостереглась какие-то сцены, участвовать в каких-то сценах, потому что женщины из женсовета города Павлодара написали гневное письмо после моих откровенных съемок в этом фильме, что мне надо лишить звания артистки советского кино. И тогда я помню в журнале «Смена» я дала такой ответ, что они ничего не понимают, это жизнь. А спустя годы, когда у меня брали интервью уже у человека верующего, как у человека верующего, я попросила прощения у этих женщин. И еще раз готова повторить, если они меня видят, простите мне, пожалуйста, что я была такая дурочка. И все же можно начать сначала. Ты прости меня. Ты простишь меня. Даже. Светлана, вы играли в фильме моего однокурсника Вадима Абдрашитова. Это время танцора. Об этом расскажите. А как он с вами работал, мой однокурсник? Ну, он очень, я так поняла, любит Рыбарева. И то, что я снималась у Рыбарева, это для него, конечно, было, наверное, решающим. Это был 97-й год, когда вообще с кино были огромные проблемы. И я даже пошла учиться, потому что я чувствовала, что я теряю профессию, теряю квалификацию. И я пошла учиться даже в Марисе Торезе на курсы английского языка. Но мне это не нравилось. Это было не мое совершенно. И когда я, отучившись года, там всего курсы двухгодичные, получила предложение на пробы к Абдрашитову, я не знаю, я тогда только-только шла к Вере. Это были самые первые шаги мои. И я помню, у нас на лоджии был такой гамачок. Я лежала в этом гамаке, смотрела в небо и говорила, «Господи, если ты есть, дай мне эту роль». Вот так дерзко-дерзко сказала. И мне на следующий день позвонила ассистент-режиссер и сказала, «Света, тебя утвердили». «Все, что ли, нет?» Еще кто там? Может еще кошка Мурка? Мурк? Пока что повременить решила. Еще посмотрю, говорит на этого Валеру, какое у него там поведение. Отличное какое еще. На пять. Ну может с минусом. А минус лучше мне в юбке ходит коротенькая мини. Это тоже Мурка интересуется. Какая любопытная кошка. Ну минус мы с тобой вместе исправим, не бойся. Я тебе помогу, если что. И станешь ты у меня круглым отличником, милый. Какие еще бы ваши работы в кино вы бы вспомнили сейчас, хотели бы вспомнить? Мне кажется, я не сыграла своей самой главной роли. И как-то я очень резко отказалась, придя к Богу, от лицедейства, так скажем. Но сейчас опять-таки прошло время. И я думаю, что сыграть какую-то приличную, хорошую роль в этом нет ничего зазорного. Если предложат такую роль в нашем рыночном кино. Это большая проблема. Нет, я вышла из-за боя, мы выпала из-за боя. Так все мы выпали. Ну почему? Ну некоторые же снимаются. Ну кто снимается? Человек 20, 30? Ну все-таки они в обойме. Обойма-то уж больно гнилая. Гнилая. Но есть, наверное, все-таки достойный. Еще какую-то роль вы бы вспомнили? Я бы вспомнила, может быть, героиню в фильме «Карьер» по Василию Быкову. А я хотел картошку варить. Что это? Драники. Вот это хозяйка. А я коревал, чем тебя кормить? Прокормлю тебя как-нибудь. А где жир взяла? У тетки в буфете. Гусиной. Рука. Ммм, вкуснятина. Где так научилась? Так он в Беларуси в каждой хате умеет. Ты же городская. Ну и что, я к вашему сведению по всей Беларуси ездила. За песнями. Как это? Очень просто. У меня отец преподавал в Минском университете. Фольклёр собирал. И мы с ним каждое лето в экспедициях. Угу. У меня где-то около 15, наверное, ролей. Но больше всего я выделяю всё-таки свидетель. Меня зовут Арликина и время танцора. А вот сейчас, учитывая то, что времени не так у нас и много, а хочется побольше вас послушать, мы начнём петь. Хорошо? Хорошо. Итак, пригласим аккомпаниатора. Дмитрия Колтакова. Дмитрий Колтаков. Прошу любить и жаловать. Светлана, я вас открыл по песне, как я уже говорил, о близнецах, которые рождаются, вот-вот родятся. Но они ещё там, в том мире. В утробе. И не знают, что их ждёт в ином мире. Вообще, будет ли иной мир. И песня поразила меня. Я был удивлён тем фактом, что появилась поэт-исполнительница, которая говорит о столь сокровенных и важных для всех для нас категориях. Споём? Споём. Жили два близнеца в материнской утробе, И другому один как-то высказал мысль. А ты знаешь, мне кажется, есть после родов Удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, Тут улыбки без зубы свои не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал, Как по-твоему жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно близнец отвечал, Но мне кажется, там на земле больше света, Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как всё это будет, Но мы, может, своими ногами пойдём. И ещё, правда, это похоже на чудо, Но, возможно, что мы даже есть будем в том. Ерунда, вот уж это никак невозможно, Наша жизнь бубовина и так коротка, А ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак, И оттуда никто ещё не возвращался, Что за вред у тебя, братец мой, на уме? Всё закончится родами, не обольщайся, Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу Жизнь и той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою, Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу её, значит, нет её вовсе. Ну, скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, Но я чувствую сердцем заботу её. И ночами, когда всё вокруг затихает, Она гладит наш мир и тихонько поёт. Всё наполнено ей, и радость такая, Словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, Но я верю, что будет она наяву. Спасибо большое. Приятно было ещё раз услышать Ваши мысли и ваши образы. Это удивительно, пока здесь аккомпаниатор. Продолжим петь и споём ещё. В моих руках более 250 песен. Так трудно всегда выбрать. 250. Давай Марию Египетскую. Жила в Египте девочка Мария, Жила, цвела и рано повзрослеть, В 12 лет ушла в Александрию Любовь своих родителей презреть. И одержима ненасытной страстью Слыла Мария, жадный, да мужчин. И все мужчины были в её власти. Не устоял пред нею ни один. Однажды, оказавшись у причала, Где был корабль в дорогу снаряжён, Меня с собой возьмите, прокричала, От скуки будет каждый мной спасён. Смеясь, мужчины согласились дабы, В дороге веселее было им. И в долгий путь отправился корабль Великий город Иерусалим. Был в Иерусалиме славный праздник Воздвижение честнейшего креста, Который обрели на месте казни Спасителя и Господа Христа. Мария, оказавшись в этом граде, Решила храм Господень посетить. Но шла она туда не Бога ради, А чтоб опять кого-то соблазнить. Когда Мария в этот храм входила, С толпою Бога ищущих людей, Какая-то неведомая сила Её вдруг оттолкнула от зверей. Она опять протиснулась ко входу И вот уже почти туда вошла, Как в грудь её толкнул незримый кто-то, И вновь она отторгнута была. Но так и не поняв, что это было, Она опять влилась в людской поток, И в третий раз неведомая сила Марию не пустила на порог. По сторонам сердито озираясь, Икону вдруг увидела она, Икону, где Мария та другая Была с младенцем изображена. И столько было боли в этом взоре, Что сердце, где жила одна лишь страсть, Могло остановиться бы от горя, Когда б к иконе этой не припасть. Мария словно молния пронзила, И поняла она, из-за чего Мария та другая не пустила Её кресту храм сына своего. И вспомнив жизнь свою в одно мгновенье, Как цепь порочных адовых кругов, Мария опустилась на колени Под тяжестью задеянных грехов. И распростёрла руки пред иконой, И каялась пред Богом, не таясь, А слёзы вселились из глаз рекою, С души смывая въевшуюся грязь. И жизнь свою исправить обещая, Она молила в храм её пустить, И ей в ответ Мария та другая Кивнула, словно так тому и быть. И обретя в душе такую лёгкость, Как будто невесомою была, Мария вдруг почувствовала робость, И внутрь беспрепятственно вошла. И, видя крест страдания Господня, Мария поняла, как милосердь Ко всем, кто с покаянием приходит, Христос, Спаситель, распятый за всех. Она из храма вышла, понимая, Что в этом мире больше нет её, Теперь уже Мария та другая По-новому смотрела на неё. И голос от иконы исходящий Сказал Марии впереди ярда, И если ты смиренье обрящешь, Блаженное успокоенье дама. И выполнила свой обет Мария, Одна в пустыне сорок лет жила, Вот та глудница из Александрии И чистоту, и святость обрела. Спасибо большое. Как немощь на плоти, Как трудно бороться с грехом, Как много соблазнов, Ведущих дорогой не то. Но сделай своим меня, Господи, учеником, Орудием замысла быть твоего удостой. Вносил, чтоб любовь я туда, Где лишь злоба живёт, Чтоб где обижают, Я великодушно прощал. И правда, чтоб ложным стыдом Не сковала мне рот, И чтоб где раздоры я мирно всех соединял, Чтоб там, где сомненье я веру воздвигнуть сумел. Отчаянье, где, чтобы мог я надежду вселить, Вносил, чтоб любовь я туда, Где страдают во тьме. И горе живёт, где, чтоб радость я мог пробудить. О, Господи, Боже мой, Дай мне терпенье и силу, И чтоб не меня понимали, А я понимал. Пускай не меня бы любили, А я бы и любил. И чтоб не меня утешали, А я утешал. Лишь кто отдаёт бескорыстно, Получит сполна. Себя, забывающий, Память других обретёт. Простится тому, Кто прощает во все времена. И кто умирает, Проснётся для вечности, То. Спасибо. На южном побережье У самого умоя Черешни, абрикосы В саду росли одном, И в зарослях души Стоял, купаясь в зорях, Увитый чайной розой Уютный светлый дом. Хозяин и хозяйка Там комнату сдавали, И каждый год на лето Ту комнату снимал. Один москвич-писатель, Чьи книги издавали, А он, живя у моря, Те книги сочинял. Доверчиво однажды Обмолвилась хозяйка, Что впору нянчить внуков, Да вот, зачали тут Избавиться бы надо, А он спросил, не жалко, И тяжко-то вздохнуло, Соседи засмеют. Нам с мужем слишком поздно, И взрослые уж дети, А если вдруг родится Какой-нибудь урод, И схлипнув, убежало, Заканчивалось лето, И он уехал с мыслью Вернуться через год. А там дела заботы, Издательство проблемы, Лет через шесть вернулся, Он в дом знакомый свой, Вдруг видит на крылечке Девчушку-семилетку, С уродливой мордашкой И зайчьей губой. И вспомнил, как спросил он, В тот вечер, а не жалко, И как блестели слезы У женщины в глазах. Он взглядом виноватым Искал сейчас хозяйку, Заранее готовясь, Чтоб повернуть назад. Девчушка вдруг сказала, А мама у подруги, Ты поиграй со мною, Пока она придет. И он спросил, Чуть слышно, А мама тебя любит? Невольно взгляд бросая На некрасивый рот. Бывает, разве мамы, Которые не любят? Подняв дугу и бровки, Хихикнула она. Писатель напряженно Вскривил в улыбке губы, И все сильнее казалось Ему его вина. Когда пришла хозяйка, Он в кухне умывался, И замер вдруг услышав, Дочурка это я. Ну как мое ты солнце, Ну как мое ты счастье, Не слишком ли скучала Красавица моя? В ответ ее дочурка Залепетала что-то, И та, всплеснув руками, Вскричала, боже мой, Где новенькое платье? Да знаешь ли ты, кто он? Да он тебе как крестный, Папка твой второй. На южном побережье У самого у моря Черешни, абрикосы В саду росли одном, И в зарослях душистых Стоял, купаясь в зорях У витой чайной розы Уютный светлый дом Спасибо. Вот у вас есть Песня ли это, Или это Поэзия просто Это читал Один мне близкий человек Со сцены, Ваша Что-то в подвале, Кто-то умирал, Крысы Да, да, но это тоже Противоабортная песня, да. У меня есть целый цикл Таких песен, Туда же я, кстати, Близнецов включаю, И почему меня-то мама не родила, И вот эта песня У моря тоже А вспомните Вот эту песню? Да, конечно. Ветер сквозил из подвала И пробирал до костей Долго она умирала В тесной коморке своей Не было сил у старухи Даже водицы налить И одиночество муки Сердце безжалостно жгли На неудобной постели Язвы заднили в спине Крысы все больше наглели Бегали прямо по ней И хоть не верила в Бога Но от бессилья и мук С болью, тоской и тревогой Вдруг обратилась к нему Если ты есть, то скажи мне Дай справедливый ответ Чем заслужил я в жизни Столько лишений и бед Тяжесть безмерного груза Ты облегчить мне не мог Бросил меня, как обузу Даже родимый сынок Все променял на бутылку Все, что имел, промотал Если бы, Господи, был ты Разве сложилось бы так И в тишине чей-то голос Слово ответное дал Помнишь ли сына другого Что не родился тогда На мимолетность комфорта Ты променяла его Помнишь, как перед абортом Ткнулся он ножкой в живот Он не умел защищаться Он не хотел умирать Рвали в утробе на части Тельцы его доктора Смерть он познал нерожденным Мать, не увидев свое Именно этот ребенок Старость бы скрасил вдвоем Он помогал бы в лишенье Он бы заботливым был Только твое утешение Твой эгоизм погуби Слезы беззвучно глотая Тихо лежала она Господи, все, что ты дал мне Я заслужила сполна По полу бегали крысы В комнате полупустой Только в душе воцарились Мир и небесный покой Мир и небесный покой Вот это мне нравится у вас Эти философские образы Удивительные Которые заставляют думать Человека о многом Это высокий полет Спасибо Солнышко весеннее Лучиками нежными Каждую травиночку В жизнь благословляла Радовалась солнышку Незабудка вешняя Лепестками бисером Небо отражала Незабудка щурилась Голубыми глазками И жила родешенька На холме пологом Что Господь пустил ее В эту жизнь прекрасную Не крапивой жгучую Не чертополохом Всех прохожих радовал Тот цветок голубенький Он за все на свете был Благодарен Богу Но однажды мальчиком Сорван был по-глупому И бездумно выброшен Прямо на дорогу И лежал он скомканный Болью весь пронизанный Башмаком прохожего На земле распятый Но всего обиднее Та была бессмысленность Что без всякой пользы Он жизнь свою потратил Умирая, думал он Глядя в небо ясное Хорошо в крапиву мне Бог не дал облечься Пусть никто не знает боль И при том напрасную Ведь крапивой жгучую Мальчик мог обжечься Пусть никто не знает боль И при том напрасную Ведь крапивой жгучую Мальчик мог обжечься Спасибо Светлана, поскольку вы человек творческий Вы актриса Артистка театра и кино Не театра, только кино У нас в дипломе написано Артистка театра и кино Поэтому артистка театра и кино Хотя у меня же можно сказать Как театр одного актера Правда же У вас театр Проповеди музыкальной Поэтической проповеди Это театр И вы делаете их гораздо больше Со сцены для людей Чем наши коллеги Которые занимаются доходным промыслом И понижают духовный уровень Нашего народа И как раз об этом Я хотел бы вам задать вопрос Вы как человек Мыслящий философ Вы Рожденная в прошлом веке Отучившаяся в Щукинском училище И попавшая в годы безвременья Когда Не востребован Подлинный талант Нашим кинематографам Вы оцениваете Как зритель Приходя в кино В театры То, что вы видите Что вы думаете Вот о нашем Нынешнем Современном состоянии Культуры Кино И театр В частности В театр Я уже практически Ходить перестала Кино Кино Есть хорошие картины Чьи? Американские Российские? Есть и там и там Хорошие Я не скажу Что я большой киноман Но все-таки Я люблю вообще Психологические Какие-то фильмы Которые заставляют Задуматься Я не знаю Ну Нужно ли перечислять Допустим То, что я Смотрела Ну вообще Желательно Что бы вы отметили Из того Что вы в последние Годы видели Ну меня потряс Например Фильм «Жить» Сигарева Вот просто потряс Он про нашу жизнь Про скотскую И Становится страшно После него Потому что Нет Просвета Я больше люблю Конечно Фильмы Вселяющей надежду Но Но вчера Я опять посмотрела Беспросветный фильм Который называется Гупешка Как? Гупешка Про Мужчину-нарцисса И про женщину Которая Оказалась Как рыбка В аквариуме Гупи Гупешка Оказалась В его Так сказать Сетях Вообще Много Конечно У нас проблем Но Страшно то Что Такие песни Как мои Никогда Не выйдут На первый На второй канал На третий На пятый Слава богу Вот телеканал Союз Телеканал Спас Телеканал Телеканал Транслирует А вообще Очень Печально Я так понимаю Потому что мы Сами не можем Решать Что должно Появиться на экранах За нас решают Те кто В этом Ничего не Понимают Это решают Они Понимают Мне кажется Я знаю Те кто Решает И подписывает Прокатное Удостоверение Таким фильмом Как Матильда Я не смотрела Матильда Ничего не могу Сказать На антихристианскую Оперу Тангейзер Я этих людей Я знаю Они абсолютно Безответственны Бездумны И И бездарны В завершении Нашего общения Хочется Вам задать Такой вопрос Вы верите В то Что Россия Не погибнет Русская Культура Не погибнет Что у России Есть Шансы Стряхнуть Это наваждение Перестроечное Вот эти 30 лет Вседозволенности И зажить Так Как должна Жить Россия Я оптимистка Вообще По натуре Мне очень хочется В это верить И сколько раз Уже Россия падала И На колени И поднималась И я надеюсь Что все-таки Она поднимется Еще раз Светлана Вы очень красивый человек Я уверен В том Что Ваше время Как актриса Кино Придет Что Опамятует Россия И Ей потребуются Такие люди Как вы Глубокие Думающие Духовные Верующие Которые Будут Будут Ну нести свет Людям Вот тот Тот свет Который Вы несете Через ваши Удивительные Песни Николай Петрович Я так счастлива Что Вы меня пригласили На эту передачу Я так рада С вами познакомиться Пообщаться Спасибо вам огромное А я рад Что в Щукинском училище Были такие Ученицы Которые Теперь Несут свет Так что Я желаю вам Самого доброго В личной жизни Как говорил Кушкин Но на свете Счастья нет Но есть покой И воля Я вам желаю Покоя В воле И Счастья Женского Счастья И Новых Песен Которыми Вы будете Укреплять Дух Нации Благодарю вас Спасибо вам Будем прощаться Мир вашему Дому Будем молиться Чтобы Господь Нажидал нам Царя Будем молиться Чтоб наши дети Были Чисты И чтобы души Всех православных Грели Кресты Босоногая Россия Хоть приходится Нам туго Мы еще начнем Все с чистого Листа Богоносная Россия Не давай Бесовским Слугам Распинать тебя Как некогда Христа Босоногая Россия Богоносная Россия Бессоногая Бессоногая Mutter Бессоногая Бессоногая Богоносная Бессоногая Субтитры создавал DimaTorzok